Эльза, приветствую тебя. Привет, привет, Наташ. Рада тебя видеть. Ну что, пока мы отдыхали в Таиланде, ты успела сдать анализы и можешь опять-таки похвастаться результатами. Давай, рассказывай. Да, пока вы отдыхали, я обошла врачей, я сдала все анализы и сдала также ПЦР на вирус. И у меня ПЦР отрицательный. Супер, я поздравляю тебя. И я сразу слушателям хочу напомнить, что в мае месяце, в конце мая месяца мы снимали начало нашего эксперимента, когда мы вышли на отрицательный результат по ВИЧ по анализам. И после этого Эльза уменьшила дозу лекарств в два раза. После того, как она уменьшила дозу лекарств в два раза, у неё снова анализ стал положительный. И вот следующий кусок работы, это следующие полгода, когда её тело пришло и снова зафиксировало отрицательный результат, но уже на половинной дозе лекарств. И теперь мы можем делать следующий шаг потом, следующий и следующий. И это классно. В любом случае, это движение к себе и разговоры на тему, что возьми и откажись от всех лекарств сразу, ведь будет же кладбище. У тебя же был опыт, когда ты отказывалась от лекарств всех сразу? Да, было, конечно. Очень уж хотелось уже прям всё, потому что уже это же неизвестно, что больше убивает, разрушает тело. И хотелось избавиться махом от таблеток, бросала, но только это было очень тяжело переносить. И делать так нельзя. Я поняла, что надо всё плавно, плавно и благодаря нашей взаимной поддержке твоей, Наташ, что идти именно плавно. Потому что я такая на горячую голову могу прям вау всё. Ну сейчас, конечно, всё в разуме, то хочу сказать. Был момент, когда я вот уменьшила дозу и стала с телом происходить гормональный сбой пошёл. Я прям чувствовала, прям такие мысли чётко отлавливала, что это от того, что таблетки я уменьшила. И вот какой-то идёт, да, вот какой-то сдвиг. Ну, скорее всего, я сама себе это нарисовала. То есть какой-то страх был, что-то произойдёт. Но пошёл гормональный сбой, прекратились эти месячные, начались какие-то жары вообще непонятные, по ночам спать не могла. Вот. Но таблетки, был такой шаг, вот начни опять, начни увеличь таблетки, так же сам опей. Нет, я так же продолжала по половинке, всё по половинке. И вот результат. Уже месяц как нет у этих, всё нормализовалось, у меня месячные в норме идут, всё хорошо. В общем, всё прекрасно. Когда тело восстанавливается, выстраивает жар, это всегда сброс ресурса. И, конечно, когда делаешь вот этот шаг, а ведь это полное взятие ответственности за своё тело на себя. Медицина говорит, что этого делать нельзя. Более того, медицина говорит, с одной стороны, что нельзя, а с другой стороны говорит, если анализ будет отрицательный, то таблетки мы отменяем сразу и оптом. То есть две крайности. И это делает невозможным, по сути дела, выход из заболевания. И сколько, вот я встречала комментариев в интернете, когда люди пишут, что это придуманное заболевание, что откажитесь там и так далее. Этого делать нельзя. Человек, который вот так поступает, резко он становится покойником стопроцентным. Причём через мучительный уход. Поэтому сразу предостеречь людей никогда этого делать нельзя. Но если начинаешь работать с психикой, с подсознанием, если запускаешь в процессы самовосстановления тела, а это большой блок работы над собой, большой блок работы над собой, тело начинает потихоньку набирать, 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 восстановительный процесс идёт, и тогда можно постепенно отказываться, по чуть-чуть отказываться от влияния медпрепаратов. И постепенно, постепенно свести эту дозу практически к нулю и плавно выйти, выйти в здоровую жизнь. Когда тело, иммунитет сам работает, тело полностью регулирует все процессы само. Наше подсознание полностью контролирует уже здоровый вариант. Как-то так. Ну, в общем-то, это плавная работа, и мы экспериментальным образом идём, и мы благодарны Сильзе, что она решилась на этот эксперимент. Наташа, что ещё интересно, доктор очень так, а ты все полностью пьёшь дозу? Вот именно для них важно, чтобы пили всё как по протоколу. Я, конечно, не думаю, что я пью. Ну, ты же понимаешь, что там финансовый фактор ещё играет роль, потому что таблетки-то спонсирует государство, ты же за них не платишь, а, соответственно, за каждую таблетку идёт отчёт перед государством, и можно понять этих врачей, которые контролируют, что ты обязательно их запихала в своё тело. Ну, по-другому ж нельзя, это же выделены деньги на это. Ну, и плюс врачи, которые выписывают, они же тоже имеют программу бонусов за работу с тобой. То есть каждый ВИЧ-инфицированный приносит конкретную строчку дохода человеку, который с ним работает. То есть ты так, который несёт зелень в норку или там, как это называется, в гнездо врача, и не только, а всей надстройки, которая над ним. Эта система — огромная государственная машина. И ты тут решилась её разрушить? Нет. О разрушении речь идёт. Не идёт. Речь идёт о том, что будет одна птичка, которая хочет выйти из этой системы. Пока одна. Ну и слава богу. Без трансплантации, без костного мозга, без ничего такого. Просто за счёт психики и ресурсов тела и подсознания. А как мы помним, ресурсы подсознания бесконечны. Бесконечны. Поэтому на этом надо двигаться, использовать и плавно идти. Ну ты молодец. Я вообще боялась, что ты соскочишь. Что в какой-то момент ты скажешь, блин, я просто чувствовала этот панический страх, когда вот этот шаг в пропасть ты делаешь, и тут выбор, ты этот шаг сделаешь или ты этот шаг не сделаешь. Ты возьмёшь на себя ответственность или нет. Я просто помню по себе, когда я отказывалась от таблеток при аутоиммунном заболевании щитовидной железы, там мне ничего не угрожало жизни. Но при этом вот этот шаг было страшно сделать. А в данном случае есть конкретная угроза жизни. Поэтому это ещё страшнее. И ты молодец, и мне хочется тебя обнять. Живую хочется обнять. И сказать, Эльза, молодец, ты прошла этот кусок. Сейчас можно делать следующий шаг. Постепенно, плавно, по самочувствию. Вот именно слови в себе. Даже вот сейчас, когда речь будет идти в половину уменьшить, может включиться страх. Блин, да там же, ты же будешь смотреть на эту таблетку, будешь видеть, что там практически ничего не остаётся. Да? Ну вот да. Да, одну четвёртую, буду пить одну четвёртую. Но, Наташ, уже страха нет. Было такое сомнение. Не то, что даже страха, сомнение. Ну, когда я уже, да, вот в материи вижу анализы, у меня не обнаружено. Ну, это здорово. Смотри, вот ты у себя внутри почувствуешь, если внутри есть страх, то не обязательно одна четверть, можно больше. Ты вот просто в себе слови, вот этот вот момент, конкретно момент, когда страх выключен, когда ты чётко знаешь внутри, знаешь, что да, у меня пройдёт ещё полгода, у меня снова будут отрицательные анализы, я снова пойду дальше. Но вот это вот внутри надо словить. Нельзя ломать себя. Нельзя идти вот кому-то доказывать, показать, какая я крутышка там или ещё. Нет, это моя жизнь, я за неё отвечаю, и я сама чувствую, как мне жить и как мне выходить. Вот этот вот момент надо чётко словить и чётко держать, вот как нить в себе держать. Моя жизнь, я отвечаю, и я иду в здоровый вариант. Моё тело самовосстанавливается, я чувствую эти процессы самовосстановления. Оно восстанавливается у всех людей, у нас у всех заживают раны, у нас у всех, мы все выходим из заболеваний, из простых там, простудных и так далее. Мы не выходим из того, что уже глубоко и что потечёт в следующую жизнь. А вот когда мы решаемся из таких заболеваний выходить, то тут всё равно самовосстановление будет работать. Но другой момент, тут ещё надо, чтобы мозги работали. И уже на выносе ответственности тут выйти невозможно. Только-только сам отвечаю за себя. И это круто, что этот этап, по сути дела, ты молодец, ты решилась на это и пошла. И просто назад дороги нет. Назад мы уже были, там знаем, что только вперёд. Только вперёд. И вот смотри, здесь же вылазит ещё один момент. Насколько сейчас ценна жизнь? Вот вспомни себя там 20 лет назад, твоё отношение к жизни 10 лет назад. Была ли такая ценная жизнь или жизнь вообще ничего не стоила, да? И сейчас? Да, полное поведение. Поведение другое. Всё уже настолько в разуме. Осознаёшь себя, видишь. Вся жизнь другая. Да? Потому что сейчас в жизни появилось счастье. Ты смотришь на детей, ты кайфуешь. Ты смотришь на дом, ты кайфуешь. Ты смотришь на ромашковое поле, ты кайфуешь. И как от этого отказаться? Это же счастье. Это счастье, но для того, чтобы в этом счастье пребывать, надо здоровое тело. И у тебя уже есть потребность в здоровом теле. И когда есть потребность в здоровом теле, рождается готовность совершать шаги в здоровое тело. Вот и пошли. С этого начинается любой выход из любой болезни. С ценности жизни, с осознания этого момента, этого кайфа. И желание взять ответственность за своё тело, свою жизнь на себя. Боги. Боги просыпаются, говорят, «Я Бог, что ж я творю? Я в раю калечу своё тело, воюю, убиваю, ещё там болею». Блин, ну когда-то ж извилина у Богов должна шевельнуться сказать, «Что я делаю? Что я делаю? Зачем я это делаю?» Я же могу создавать, кайфовать и быть счастливой. Правда? Благодарю тебе огромное. Благодарю Ире. Это счастье — быть вместе, идти нога в ногу. Благодарю тебя, Ильзочка. Обнимаю, люблю, очень хочу обнять. Ну вот в Москве мы с тобой обнимемся. Я думаю, что скоро, пару месяцев осталось до встречи. Когда мы 5 февраля мы встречаемся в Москве, и будет встреча, и будет курс, и будет программа, и Ильза будет нас встречать. Ура! Ура! До встречи! Спасибо, что согласилась на это интервью, на этот рассказ. Тебе спасибо.